Здравствуйте, дорогие зрители! 26 ноября во всем мире отмечается День сирот. И вряд ли этот день можно назвать праздником, скорее это день напоминания о существующей проблеме. И дети теряют родители по разным причинам, и не всегда это объективные кризисные ситуации. Бывают случаи, когда родители не справляются со своими обязанностями, и тогда дети попадают в детский дом, либо в приемные семьи. И о том, что происходит в приемных семьях, с какими сложностями они сталкиваются, мы сегодня пригласили еще раз в студию, уже нашу известную гостью, системного семейного психолога, руководителя региональной общественной организации приемных семей Республики Таташтан, и также приемную маму Светлану Владимировну Елакову. Здравствуйте, Светлана Владимировна, еще раз. Светлана Владимировна, вы эту тему знаете неполослышки, и ваш взгляд изнутри необходим для того, чтобы вы осветили вот те стороны и проблемы, которые на данный момент находятся в тени. Ну и, наверное, первый вопрос к вам, как приемной маме, в первую очередь. Что было для вас мотивацией вот такого решения, очень серьезного, на мой взгляд? В теме сиротства я с 2013 года. Ну, больше, наверное, так с профессиональной точки зрения, как психолога меня интересовала эта тема. И я занималась с 2013 года сопровождением, кризисным сопровождением приемных семей и преподавала в школе приемных родителей. К сожалению, так случается, что родители приемные выгорают, или что-то происходит с детьми, они как-то заболевают, и приемные родители с этим заболеванием не могут справиться, например. И тогда происходит вторичный возврат. Вот в частности, моя история приемного родительства, это как раз, когда приемная семья выгорела, и они вынуждены были отказаться от ребенка. А так как это ребенок-подросток, я понимала, что если подросток попадает в детский дом, то подростков, как правило, не берут. Это сложно устраиваемая категория детей. Одна из сложно устраиваемых категорий подростки и дети с инвалидностью, с особенностями развития. Вот. И я долго на эту тему думала, так как я была знакома с этой семьей, так скажем, сопровождала в момент их кризиса. Вот. И при отказе от ребенка я переоформила опеку на себя. Поэтому, ну так скажем, это... Отчасти был такой, наверное, может быть, отчаянный шаг про то, что очень хотелось помочь ребенку не попасть в детский дом. Как будто вы в роли спасателя в этой ситуации действительно выступили. Потому что давайте вот на этом еще акцентируем внимание, что возвращенцы, да, вот эти дети, которых возвращают. То есть я правильно вас поняла, что это дети, которые уже были... Ну, какое-то время... Ну, да, какой-то жили в приемной семье, но что-то пошло не так. И вот этот термин, родители выгорели, вот это о чем еще? Ну, вот не секрет же, что дети, которые лишаются своих кровных родителей, они лишаются их по какой-то причине, да. Где-то родители умирают, где-то родители ведут такой образ жизни, что они не могут воспитывать детей, потому что для детей эта обстановка становится небезопасной. Соответственно, ранняя потеря родителей, помимо тех каких-то перипетий жизненных, которые дети вместе со своими родителями проживают, способствует тому, что у детей есть своего рода психические травмы, те или иные. И когда ребенок попадает в семью, в приемную семью, то приемным родителям приходится столкнуться со всем набором разных чувств, поведенческих реакций, которые ребенок уже выучил, будучи в своей кровной семье, там, или будучи там изъятым из кровной семьи, потом был в приюте, потом был в детском доме. И, соответственно, ну, приемные родители не роботы. Понятно, они проходят обучение в школе приемных родителей, но это какой-то минимум. Понятно, что они там слушают вебинары, еще какие-то курсы могут посещать. Но сам факт набора вот этих характеристик, которые есть у приемного ребенка, порой бывает настолько невыносим, что как бы родители приемные не пытались с этим справиться, они, ну, их ресурсы истощаются, и они больше не могут уже выполнять свои функции родительские, потому что здесь уже может иногда стоять, речь о, например, спасении своей семьи в том числе. Либо об их заболевании в результате вот этого длительного напряжения. Родители выгорают, они могут, присоединяется и психосоматика, и какое-то свое самочувствие ухудшается. Иногда, например, ребенок воспитывался в приемной семье, там, по 8-9 лет даже такое бывает, и потом вдруг, так скажем, на поверхность выходит определенная наследственность в виде заболеваний, да, с которыми, ну, тоже бывает очень сложно справиться, потому что в семье, например, еще есть дети, да, и уже становится, например, небезопасно, чтобы дети вместе были, да, так надо, например, чтобы это была семья с меньшим количеством детей, там, или чтобы пол детей не совпадал. То есть, ну, возвраты бывают по разным причинам, но в любом случае всегда это про отчаяние, про боль, про определенное горе, переживание. Я вот, по крайней мере, никогда не задумывалась о том, что приемные семьи могут испытывать те трудности, о которых вот мы с вами предварительно говорили, о которых вы расскажете. Да, у нас хорошо поставлено дело на касающейся помощи детским домам, да, вот этот вот некий такой дисбаланс, который, на мой взгляд, все-таки существует, вот об этом тоже. Расскажите, почему это важно? Ну, если природой задумано, что ребенок рождается в семье, то естественная биологическая такая реакция, что ребенок и должен расти в семье. Семья обучает ребенка определенным навыкам социализации, в том числе, ну, брать на себя ответственность, трудиться, выполнять какие-то функции, обязанности. То есть постепенно родители передают ребенку ответственность за его жизнь. И дальше, ну, он не может в одночасье стать взрослым, вот он постепенно взрослеет, и когда он выходит за пределы своей семьи, в свою взрослую жизнь, он уже вполне адаптивен, самостоятельно, хорошо социализируется. Если мы берем во внимание учреждения, в котором воспитываются дети-сироты, то все-таки ответственность несет государство. Там есть воспитатели, там может быть все хорошо оборудовано, но вот эта инфантильная позиция все-таки это учреждение. В учреждении у нас дети не готовят, им готовят повара, у нас дети не убираются, убираются уборщицы, значит, у нас дети не стирают, у них там есть прачка, и, соответственно, за них все время кто-то несет ответственность. Их задача, вот они пришли, главное, чтобы они пришли, главное, чтобы они дошли до школы, вернулись обратно в учреждение, и вот эта инфантильная позиция, она закрепляется. Соответственно, когда ребенок выходит из детского дома, например, поступает в колледж в 16 лет, и начинает жить в общежитии, они совершенно не умеют расходовать средства, они не умеют о себе позаботиться, живут какими-то сиюминутными реакциями. Вот мне сейчас надо, я сейчас хочу, и вот дайте мне. Дальше государством предусмотрено, например, что все дети-сироты обеспечиваются жильем, если у них нет такового от своих родителей. Соответственно, например, постинтернатное сопровождение где-то развито, где-то не развито, но соцпедагоги, но чуть ли не за руку ходят с ним до 23 лет от постинтернатного сопровождения, и оплачивают коммунальные платежи, потому что они могут остаться без квартиры, если в течение 5 лет они не покажут, что да, они могут сами оплачивать это жилье, содержать в порядке, ну и так далее. Соответственно, вот этих навыков адаптации к меняющимся условиям жизни у детей-сирот из детских домов нет. То есть они живут какой-то своей детской коммунной. Они по одному устроены, эти правила в учреждении, другие правила. И если ребенок вырос в учреждении, ему, конечно же, потом бывает сложно и с устройством своей собственной семьи, потому что мы в любом случае в своей жизни реализуем и воплощаем только то, с чем у нас есть опыт. Мы или где-то этот опыт должны прожить, или хотя бы где-то мы его должны списать. И поэтому приемные родители – это как раз та прослойка населения и семей, которые могут дать ребенку вот этот опыт проживания в семье. И бывает так удивительно, например, что дети, пожив, допустим, в семье, происходят какие-то кризисы, трудности, они на какое-то время там могут оказаться, предположим, в приюте, ну потому что там в опеку обратились, и опека считает, что нет, приемные родители не справляются, и дети из приюта потом не хотят возвращаться в семью. Это реально дети, подростки, которые говорили, а зачем мне туда идти? Здесь он просто как на курорте живет, за него все делают. Ему сказали пойти в школу, дошел он, не дошел, уроки. Хода, беда, как-то ты там должен вроде что-то делать, особо сильно правила не нарушать. Дальше у нас начинаются, там есть спонсоры, там тебе дарят подарки. То есть, если, например, в семье ты куртку сегодня порвал, мама ее там зашьет, и со следующей зарплаты тебе купят новую куртку. А если ты в учреждении живешь и порвал куртку, тебе куртку, то тебе ее сегодня же могут выдать другую. То есть получается, что тут эта вот инфантильность, она как бы подпитывается постоянно. Развивается такое потребительство. Мне должны. Мне должны. И, например, есть, наверное, такой вот перекос у нас в обществе, немножко может быть просто потому, что многие не знают, что такое приемная семья. И в СМИ у нас бывает очень много, больше информации про какой-то неудачный опыт от приемного родительства. А про удачный опыт пишется мало. Все это воспринимается как какая-то обыденность. А на самом деле это кропотливый труд приемных родителей за дня в день, 24 часа в сутки, 365 дней в году. И если вот в это вот так вкладываться, то, да, положительных результатов очень много. Но если, например, мы не будем учитывать, что у детей есть свои особенности, есть своя какая-то история, которая не обнуляется, когда ребенок попадает в семью, он не попадает туда чистым белым листом, он попадает со своей историей. И с этой историей надо научиться жить. На нее как-то потом в будущем опираться. И если бывают, например, какие-то там проблемы возникают, там, предположим, в школе, подростковый возраст, он там для всех бывает сложный, да, то, как правило, идут очень большие обвинения в сторону приемных родителей. И если, например, ну, как говорится, мы у себя бревна не заметим, то у приемного родителя мы соломинку за бревном можем принять. И в этом очень много бывает болезненных переживаний. То, с чем приходят приемные родители, порой, когда выгорают, они говорят, да лучше не надо никакого ребенка, но я буду жить спокойно, и меня не будут там на каждом углу как-то обвинять. То есть школа в этом плане не выступает поддерживающим фактором? Нет. Нет. Очень много возвратов в том числе бывает из-за школы, к сожалению, потому что, ну, допустим, ребенок домашний воспитывался с рождения своей мамы с папой, пришел там в первый класс, и учится в первом классе, ну, с первого класса там, допустим, в школе, да. И, предположим, ребенок, который потерял родителей по тем или иным причинам в возрасте, предположим, там в шести лет, он тоже пошел в первый класс, но из учреждения, и даже проучился там, допустим, три года, и он приходит в четвертый класс. По возрасту они одинаковые. Он интеллектуально сохранный там и все такое, да, но он будет педагогически запущенным. Аффект тормозит интеллект. Когда у ребенка нет своего значимого взрослого, это тот человек, которому нужен персонально я, то тогда он все время находится в состоянии внутренней тревоги. Ребенок в учреждении при даже самых шикарных условиях, да, у него есть нянечка, воспитательница, которые меняются, но когда он остается один, например, в комнате со сверстниками, да, вот в своем равном детском сообществе, да, то нет того персонального взрослого. Я даже пожаловаться не могу сходить, потому что я сегодня схожу, пожалуюсь к воспитательнице, но эта воспитательница уйдет домой к своим детям. И тогда надо научиться жить по другим законам. И вот он наконец-то обретает своего значимого взрослого, и у него же, естественно, будет какой-то эмоциональный откат. Ну вот то, что мы называем периодом адаптации. Но он пришел в четвертый класс в школу. С него будут требовать, как с ребенка, который с первого класса, из домашних условий в эту школу пришел. А он пока не может, он пока не справляется. Не потому, что он глупый, да, а просто потому, что у него психические процессы другие сейчас идут. Ему надо адаптироваться к новым условиям жизни, ему надо адаптироваться к родителям, да, ему надо адаптироваться к новой школе, ему надо привыкнуть к тому, что он домашний. И к другим условиям. Надо наверстать какие-то упущенные, там, я не знаю, темы, там, еще что-то. То есть если бы, например, вот это, ну, брало свое внимание, да, и каким-то образом говорили, так, давайте, вот мы протестировали, вот тут, тут, тут у него есть пробелы, чем мы можем вам помочь? Я вот, например, ни от одного приемного родителя не слышала, чтобы когда в школу приходили их дети, и, например, возникали какие-то кризисы, проблемы, их вызывают на ковер, там будет комиссия, и на этой комиссии этого приемного родителя будут отчитывать, этих бабушек, опекунов будут отчитывать, да, но ни разу, ни один вот за столько лет моей работы не сказал, что вот он пришел, например, там, к директору, к заучу, или к классному руководителю, и ему говорят, вы знаете, вот та проблема, то-то, то-то, то-то ваш там ребенок делает неправильно, так делать нельзя. Давайте подумаем, как мы вместе можем исправить эту ситуацию. Как вы думаете, а чем школа вам может помочь? Вот, ну, ни разу. У нас есть требования, да, вот вы должны, вы обязаны, они дома могут делать все хорошо, ребенок дома ведет себя хорошо. Родители говорят, у нас нет такого, да, вот даже сейчас у нас вот приемная мама одна говорит, у нее ребенок в первый класс пошел, в первый класс пошел, сейчас ноябрь месяц на дворе, а уже очень много каких-то проблем, он то делает не так, он это, и учительница говорит, он неудобный, я с ним не справляюсь, он там не сидит ровно, все другие ровно сидят, да, там какое-то тестирование провели, маме озвучивают результат тестирования, мама спрашивает, ну, и что это? Они говорят, это вы нам скажите, что это? Может, он у вас какой-то больной, ему не надо находиться в школе, и вы его куда-то в другое место определите. То есть вместо того, чтобы сказать, вот мы протестировали вашего ребенка, и вы знаете, у него как-то вот плохо складывается пока мотивация к учебе, давайте подумаем, чем мы можем вам помочь, вы дома будете это закреплять, и тогда ваш ребенок лучше адаптируется к школе, и совершенно не будет никаких проблем. У людей есть педагогическое образование, его тоже надо применять как-то, ну, адресно в том числе. То есть получается, ребенок попадает в этой ситуации в школу как в агрессивную среду? Да. И тот же, наверное, не заставляет себя ждать буллинг. Да, он начинает защищаться от агрессивной среды. А как я могу защититься от агрессивной среды? Я начинаю проявлять агрессию. Все вполне логично. Вот с чем вы столкнулись, вот где вы почувствовали, что не хватает поддержки, став приемной мамой, кроме школы, про которую вы сейчас уже сказали? У меня вообще очень интересная история. Я совершенно не почувствовала поддержки, например, со стороны органов опеки. Даже вот с момента оформления документов, то есть я вот лично, я выгорела только от оформления документов. Я ходила в опеку каждую неделю как на работу. Тем не менее, когда документы оформлены, ребенок приходит с семьей, и кажется в какой-то момент, что все закончилось, на самом деле все только началось. На самом деле все только начинается, да. Как я говорю всегда, дальше все самое интересное. Да. Но еще благодаря тому, что у вас же есть личный бонус огромный. Вы семейный, профессиональный семейный системный психолог. И тем не менее, да, вот эта вот роль матери, она, тем не менее, приемной мамы, она невероятно тяжела. И вот в этой ситуации, вот когда вы оказались внутри, чего бы вы хотели, какой бы, чьей бы помощи вы хотели, и вот что так вот невероятно необходимо, чтобы не выгорали приемные родители? Что в первую очередь просится сказать? Ну, вообще нужно понимание общества, которое окружает приемных родителей, которое окружает наших детей приемных, да. Именно понимание того, что сейчас происходит. Да, дети совершают порой, ну, какие-то неправильные поступки. За этими неправильными поступками всегда стоит какая-то история. Вот эту историю, как правило, никто не хочет видеть. Все видят верхушку айсберга. А сам айсберг, его отрицают, а мы не можем его отрицать. Да, я семейный психолог, но я не могу быть психологом 24 часа в сутки. Это моя профессиональная роль. Я прихожу домой, у меня есть определенная роль мамы своих кровных детей, да. У нас есть там распорядок дня, свои правила. И кровные дети понимают родителей с полувзгляда, с полуслова, там, просто даже по интонации голоса, да. А здесь получается, что вот, что именно я пересмотрела, да. Я пересмотрела свое видение, даже с профессиональной точки зрения, потому что психолог, он заходит в ситуацию и выходит из ситуации. Заходит в другую ситуацию и выходит. А я зашла в ситуацию и не выхожу из нее. Но благо, как бы, у меня есть навык, я умею просить о помощи. Да, у меня есть коллегиальное сообщество, где я могу какие-то вещи обсудить. У меня есть сообщество приемных семей, там есть родители, у которых опыт приемного родительства, конечно же, больше, чем у меня. И вот это профессиональное поддерживающее сообщество приемных семей, которое у нас есть, клуб приемных семей, да, вот они в частности дают вот эту эмоциональную поддержку. Говорят, у вас, Светлана Владимировна, помните, вы нам рассказывали, а вот вспомните там мою девочку, ну, вроде выдыхаешь, думаешь, ну, нет, у нас уже вроде как-то все получше, что все это, так скажем, имеет начало, имеет какой-то конец, да. Важно понимать, что сейчас происходит. Вот, а если мы смотрим на то, как реагирует общество, да, то, как правило, это очень бывает настороженно. То есть у детей-сирот чувствуется вот эта инаковость. Они умеют обороняться, они умеют защищаться, они умеют изворачиваться. И поэтому с таким показателем, как ложь, ну, все поголовно, сто процентов, сталкиваются, да, потому что даже тогда, когда они жили со своими кровными родителями, это, возможно, был один из единственных таких выученных навыков, при помощи которого они общались, да. И, например, если это уже маленький ребенок, это одна там будет линия развития. А если это взрослый ребенок, то, в частности, ну, я не могу ее перевоспитать, предположим, да. Там приходит ребенок в семью в 15 лет. Там до 9 лет она жила, допустим, со своей мамой. Ее воспитывала улица, потому что мама периодически отсутствовала регулярно, да. Ее воспитывала, предположим, улица. Дальше она оказывается в детском доме, там 6 лет живет, и там со своим условием надо. Дальше она там в 15 лет попадает в приемную семью. Она не умеет опираться на взрослого. Она умеет опираться на себя. И там вот ее куда-то несет, она совершает какие-то проступки, да. Важно, чтобы ребенок увидел, что можно еще и по-другому. Его задача приемного родителя при всех вот этих перипетиях жизненных оставаться устойчивой тихой гаванью, куда ребенок придет, и потом мы можем еще это обсудить. Это очень сложно. Это сложно в том числе и даже внутри семьи, среди близкого окружения, мужья, дети, да, потому что идет непонимание, а как вообще такое может быть, да, вот как, вот мы же ей все там сказали, она взяла, он сбежала, предположим, да, и столько проблем сейчас у нас из-за этого. То есть получается задача приемной семьи вот избавить ребенка вот от этой инаковости, вписать их по возможности, вписать их в... Чтобы не выработали в себе определенные адаптационные механизмы, которые помогли бы им социализироваться. И вот эта инаковость так впереди них не шла. Хорошо, что есть вот это профессиональное сообщество, про которое вы говорите, да, вот профессиональных приемных семей, и наверняка какие-то проблемы, с которыми вы пришли сегодня, и ими тоже вычленены, определены, да, вот вы говорили про то, что тот поток помощи волонтеров, финансовый поток, который идет в детский дом, неплохо бы хотя бы, чтобы какой-то ручеек уходил в сторону приемных семей. И здесь прям попунктно есть проблемные зоны. Ну вот я обычно говорю так, у меня, по моим ощущениям, да, у нас общество детей-сирот не видит. Вот когда они в детском доме находятся, их видят. И это вызывает очень много внутренней боли. Ну мы все равно люди эмпатийные, мы сопереживаем, и понимаем, что это ненормально, ребенок должен жить в семье, и нам хочется какую-то радость ему дать, да. Соответственно, это тоже уже из практики, из опыта, и то, что там и дети рассказывали, и мои коллеги, кто в детских домах работали. Вот особенно Новый год, там, или День защиты детей. Ну вот Новый год, это прям вообще показатель. У ребенка может оказаться там по 10 сладких подарков. Подростки пойдут, их тут же около пятерочки продадут, там, по 50, по 100 рублей, потратят на то, на что нужно. А часто это просто смывается в унитаз. Таким образом они проявляют злость. В детском доме хорошее обеспечение. Обеспечение одного ребенка, ну не знаю, как сейчас, вот по предыдущим цифрам, да, входит со 60-70 тысяч в месяц. Приемные родители намного выгоднее государство уметь. Они входит намного дешевле. Ну вот, в частности, если это ребенок-подросток, то, ну вот у нас в Татарстане это 10-700. В каждом регионе по-разному. Поэтому, а, ну и 3 тысячи зарплаты приемного родителя, минус подоходный налог 13%, 2-700. 3 тысячи зарплаты приемного родителя? Это зарплата приемного родителя за 24 часа в сутки, 365 дней в году. Каждый месяц вот такая зарплата идет. Минус 13%, 2-700 мы получаем на руки. И поэтому, когда говорят, что ой, детей берут из-за денег, если взрослые люди, самодостаточные, там, да, в чем-то реализованные, да, соглашаются на такие условия, это точно не ради денег. Это ради большего. Это про то, чтобы дать детям, ну, какой-то другой вектор жизни. Иметь возможность в будущем быть счастливыми. И дальше, например, берем те же самые детские дома, спонсоры. Вот сейчас к Новому году опять будут, да, как попасть в детский дом, у нас тут ковид, еще тут не пускают, там не пускают, провести праздник, переприятие. Иногда в детском доме бывает у одной группы детей за день по 4 елки с подарками. И они сидят на этих елках уже ужасно грустные. То есть вроде волонтерам не откажешь, благотворительность как бы у нас поощряется, а детям не это надо. Они уже устали от 4 Деда Мороза. И они не верят в этого Деда Мороза. При этом, когда они попадают в приемную семью, они часто еще, бывает, с ним сталкиваются. А ты мне вот это купи? Мои родители говорят, нет, ну извини, мы пока тебе это купить не можем, давай вот мы накопим денег, потом купим. Я с вами жить не буду. В детском доме мне сразу это купят. Там спонсоры есть. И вот это вот тоже такое разночтение, которое, наверное, не позволяет работать в едином каком-то ключе. И если что-то не получается, например, у приемных родителей, то они вот изначально виноваты. Они не смогли дать. Ну да, невозможно каждый месяц айфоны покупать, которые, телефоны, когда дети их ломают, теряют и вообще не имеют никакой ценности. Нет ценности подарков даже, вот, например. Какой видится вам выход в коррекции этого искажения? В идеале, в моем понимании, ну, я считаю, что дети не должны расти в учреждениях. Просто такого быть не должно. Понятно, что когда там у нас была гражданская война, то есть исторически обусловлены какие-то факты, и было очень много беспризорников, то собрать этих беспризорников, ну, потому что у них родители умерли от голода, в детские дома, трудовые коммуны, и это было обусловлено исторической какой-то там парадигмой развития нашего государства, то из этих трудовых коммун выходили устойчивые люди. Да, они были... Там было это понятно. Великая Отечественная война, там, сын полка, суворовцы, там, нахимовцы. Это тоже было исторически обусловлено. Почему дети остались сиротами? У них есть память, воспоминания о том, как они прожили. Мы выжили, мы преодолели. Да, и в этом был определенный такой подвиг. Там тоже еще как-то понятно. Сейчас, слава тебе, Господи, нет войны. Да, у нас относительно стабильное государство. При этом растет социальное сиротство. И при том, что в год обучается очень большое количество кандидатов в приемные родители, и дети в семье устраиваются, цифры плюс-минус 10 человек всегда одни и те же. Ну, тогда для того, чтобы этого не было, надо заниматься в том числе какой-то социальной программой, чтобы вот это социальное сиротство свести к нулю постепенно. Я считаю, что приемный родитель – это как профессия. Поэтому всех приемных родителей я называю профессионалами. Потому что ты с нуля осваиваешь новые навыки взаимодействия с приемным ребенком. Если ты не будешь этому учиться, то ничего не получится. Есть приемные родители в регионах. Вот сейчас у нас идет всероссийский форум приемных семей. Вот с понедельника будет идти целую неделю до субботы. И когда я слышу, когда есть приемные семьи, которые воспитали 41 ребенка, при этом это были девиантные подростки с улицы, и кем они стали, и как это все изменилось в их жизни, ну, знаете, я готова снять шляпу и просто поклониться. И есть семьи, она умеет воспитывать этих подростков, она знает, как с ними взаимодействовать. Есть те, кто берут с малых лет и воспитывают там, пусть одного, но с малых лет они его поднимают, и у него тоже будет другая история. И для меня это про профессионализм. Это не про то, что все должны быть приемными родителями, но какой-то свой вклад в то, чтобы изменить эту социальную картинку, может сделать каждый. Поэтому, в принципе, наверное, сейчас развивается и волонтерство в том числе. Волонтерство – это когда человек добровольно тратит свое время, энергию, средства для того, чтобы внести свой вклад в изменение вот этой ситуации. У нас есть волонтеры, которые откликаются и предлагают провести мастер-классы для наших детей. Есть волонтеры, которые хотят провести, например, тот же самый Новый год. У приемных детей нет, но, которые растут в семьях, у них нет 4 Деда Мороза за день. Это вот мы, например, сейчас собираемся, думаем, как, что. Мы радуемся, когда откликаются волонтеры и говорят, слушай, мы вот хотим. Окей, здорово, давайте с нашей стороны мы найдем помещение, организуем семьи, а вы нам Деда Мороз со Снегурочкой обеспечите, а мы даже подарки сами сделаем. Да, вот главное, чтобы праздник был. Это вот совершенно как будто другой полюс. Но при этом я лично тоже с таким сталкивалась, когда говорят, ну вот мы хотим помочь детям-сиротам, значит, как бы нам попасть в детский дом. Мы же общественная организация детей-сирот, да, там как бы мы помогаем детям-сиротам, у нас в миссии написано. И бывает, звонят, спрашивают, вот знаете, так и так у нас дети-сироты, которые воспитываются в приемных семьях. Может, вы не в детский дом, а приемных семьях поможете? Нет. И в этом тоже есть определенная, я считаю, такая преграда, потому что иногда они понимают, что такое приемная семья. А чем вообще приемная семья отличается от обычной? Вот есть многодетные семьи, вот им же вот такую помощь никто не оказывает. У нас есть многодетные приемные семьи в Татарстане, у нас есть семьи, которые воспитывают там 11 приемных детей, сложных, хорошо справляются, там по-разному развиваются. Ну, почему им надо помогать? Здесь, кстати, очень важный момент, вот на который вы обратили внимание, я хочу его поддержать. Ведь когда приемный родитель берет ребенка, он, понятно, что финансово рассчитывает, рассчитывает, да, у него должен быть какой-то финансовый ресурс для того, чтобы этот ребенок поднять. Но здесь появляются такие подводные камни, как, допустим, какое-то соматическое заболевание, которое не было выявлено на стадии приема детей, да, которое просто никак не проявлялось или было недообследование. Потом выявляется, что у ребенка необходима коррекция психологическая. А это не просто консультационная услуга одного, одноразовая психолога, а постоянное сопровождение, которое стоит, как мы с вами знаем, очень-очень недешево, да. Это еще и проблемы... Дефектологи, логопеды. Да, дополнительные помогающие и корректирующие специалисты. Плюс школа, которую тоже найти не самое простое дело. Не говоря уж о том, чтобы ребенка развивать дополнительно образование музыкальное, художественное и так далее, да. То есть на самом деле вполне понятно, если человек, принявший в свою семью ребенка, понимает, что действительно не хватает денег на то, чтобы выполнять абсолютно все. И что тогда делать? Ну вот у нас сейчас есть такая идея, мы хотим развивать все-таки эту системную благотворительность, когда человек говорит, вот я готов поддерживать какой-то проект. Вот, например, в нашей организации у нас есть клубы приемных семей. Мы все пытаемся реализовывать через клубы. Клуб – это такое мини-сообщество в районах республики Татарстан, в Казани есть клуб приемных семей. И, соответственно, в этом клубе есть родители. И руководитель клуба, он знает, получается, нужды этих родителей. И, ну, предположим, есть люди, которые говорят, окей, я готов поддерживать ваш проект развития клубов приемных семей. Вот, и тогда мы заключаем договор, могут быть какие-то благотворительные пожертвования в нашу организацию, там мы, соответственно, отчитываемся по этим благотворительным пожертвованиям. Мы между собой договариваемся с другими благотворительными фондами, которые тоже нам каким-то образом спонсируют наши проекты. Или есть благотворительные фонды, которые просто оказывают гуманитарную, продовольственную помощь, или детскими товарами, или хозяйственные какие-то товары, которые нужны, там бытовая химия, предположим. Мы вот такие вещи тоже между собой практикуем. Потому что у нас очень много опекунов, бабушек, например, которые воспитывают своих внуков, и им за это не платят зарплату, бабушкам не платят. Родственная опека, она у нас безвозмездная. Вообще безвозмездная. Когда они живут вот на пенсию бабушке, вот на эти 10 тысяч, которые дает государство. И плюс волонтеры, которые, если я правильно понимаю, могут прикрепляться к какой-то семье для того, чтобы ребенку легче было общаться, да? Если, допустим, это волонтер молодого поколения, то... Есть такой проект наставничества, да. Вот в наставничестве там бывают такие моменты. Или, например, через благотворительные фонды формируются группы детей, подростков, которым, например, идет проект наставничества в освоении каких-то профессий, их знакомят, да, такое профессиональное становление. Или репетиторство. Вот проект, да, когда именно молодые репетиторы, может быть, студенты, или только кто окончил, они вот на благотворительной основе занимаются репетиторством, там, по математике, по английскому языку. Ну, то есть можно, в зависимости от того, что я как волонтер могу предложить, мы, конечно же, найдем, как это реализовать. В этом плане можно не сомневаться. Светлана Владимировна, у нас есть, я думаю, уникальная возможность. Вы сейчас можете обратиться напрямую к зрителям нашей передачи, обратиться с теми словами о помощи, которые вы хотели получать, к обществу обратиться. У нас в Татарстане есть региональная общественная организация приемных семей Республики Татарстан. Мы вместе. У нас есть социальные сети. В Инстаграм Рео, мы вместе. В ВКонтакте Рео, мы вместе. Можно на этих страницах посмотреть о всей нашей деятельности. Мы довольно-таки открыты, и мы всегда готовы к сотрудничеству. Именно в той форме, которую вы нам можете предложить. Мы всегда нуждаемся в волонтерах на наши акции. Нам нужны бывают волонтеры для занятий с детьми, когда родители, например, на лекциях. Нам нужны бывают волонтеры, когда мы проводим какие-то акции по сбору средств или товаров первой необходимости. То есть в данном случае вы всегда можете даже через соцсети выйти на нашу организацию, посмотреть нашу работу и обратиться к нам со своими предложениями. Мы будем рады сотрудничеству. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Я надеюсь, что наша передача чем-то сможет помочь вашему движению. Тот благородное дело, которым вы занимаетесь, вызывает тоже, знаете, хочется снять шляпу и поклониться. Это очень-очень дорого стоит. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что есть ваше сообщество, которое... Сообщество неравнодушных детей, людей, сообщество, которое все, что может, делает для того, чтобы сирот в казенных домах оставалось как можно меньше. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо, что откликнулись на мой призыв и согласились на такое интервью со мной. Спасибо. Дорогие зрители, еще раз призываю вас к тому, чтобы обратить внимание на эту проблему. Если есть возможность посильная, надо помогать таким людям, как Светлана Владимировна и ее коллеги. Спасибо большое за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ижуова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok